Разноцветные озера – это четыре озера у подножия Великой Копы в Дальношленском воеводстве. Они были построены на месте бывших немецких рудников. Это место уже много лет привлекает туристов не только из Польши, но и из всей Европы. На склоне горы лежат четыре озера – желтое, пурпурное, синее и черное. Цвет воды в них связан с химическим составом стен и дна выработок. В начале 18 века местные жители начали добывать перитоновые сланцы, которых много в местной почве. Здесь был создан колчеданный рудник, который затем перерабатывался в серную кислоту. Когда рудник исчез в начале 20 века, природа вышла на первый план. Вода заполнила выработки шахт, создав феноменальные озера. Желтое озеро – это самое молодое озеро. Еще 20 лет назад в нем не было воды. Иногда после сильных дождей, стекающая с горных склонов дождевая вода, наполняла ее дно водой желтоватого оттенка. Пурпурное озеро возникло после затопления Роскопа-Надея в старейшем руднике, который был сдан в эксплуатацию в 1785 году. Перит здесь добывали из сланца. Котлован имеет длину 430 метров и ширину около 110 метров. Сегодня он залит пурпурной водой. Это раствор серной кислоты. Водохранилища окружают загадочные скалы, выступающие из-за деревьев, а также склоны, покрытые пахнущим серой песком. Озеро находится на высоте 560 метров над уровнем моря. Голубое озеро для меня показалось самым красивым. Его также называют лазурным. Своим цветом оно обязано соединением меди. В отличие от пурпурного, его вода чистая и не имеет запаха. В зависимости от погоды, вода в голубом озере имеет разные оттенки. Его длина 150 метров, а глубина 20 метров. И, наконец, зеленое озеро. Оно появляется крайне редко после очень сильных дождей. Затем оно высыхает, исчезая на годы, остается только глубокая воронка. Зеленым озером можно было любоваться после большого наводнения в 1997 году. Тогда оно имело насыщенный графитовый цвет, поэтому иногда его называют черным озером.